Даниил Глейхенгаус заявил, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в следующем сезоне будет выступать с произвольной программой Болеро Равеля. Хореограф штаба Тутберидзе заявил, что Болеро станет программой Валиевой в олимпийском сезоне. По-моему, у нас неплохо получается, как с Дон Кихотом. В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой с программой Дон Кихот, которую она катала два года подряд. Болеро – это музыка-манифест, признак избранности. Лучшие балерины мира танцевали его на пике. Майя Блесецкая, Сьюзен Форелл сделали его эффектной кульминацией карьеры. Но никто не начинал с него путь наверх. Команда Хрустального, как всегда, переписывает любые правила и сегодня готовит произвольную программу, которую мы увидим на Олимпиаде в Пекине. Что же особенного в Болеро? Сама композиция создана Моррисом Равелем по заказу танцовщицы Иды Рубинштейн. Музыка предполагает оригинальный танец. Как отмечали современники, Ида не обладала классической техникой, но умела держать залость за счет харизмы. По задумке автора, действие балета начиналось возле небольшого завода в Испании. Музыка достаточно автоматична и изображает движение времени и прогресс XX века. Действительно, источником вдохновения для композитора послужил завод. Пристрастие к индустриальным пейзажам он питал всегда. Даже путешествуя на яхте по Бельгии, он восторгался зрелищем огромного столелитейного завода, целым городом труп. Недалеко от дома под Парижем, приобретенного Равелем, тоже находился завод, и во время прогулок композитор указывал на него друзьям. Вот завод из Болеро. Композитору представлялось, как у стен завода рабочие выходящие из здания, один за другим присоединяются к танцу. Равель закончил произведение, писал, нет, этому не стать шедевром. Оно слишком простое, с однотипной, повторяющейся по спирали мелодии, которая лишь усиливается за счет мощи оркестра, этим не удивить искушенную публику. Однако Мэттер ошибся. Гипнотической пульсацией ритма в сочетании с движениями танцовщицы, мелодия обрела уникальную силу влиять на зал. Взбудоражить, завлечь запросто. Прошло почти сто лет, эффектом Болеро пользуются до сих пор, в том числе и в фигурном катании. Джейн Торвилл и Кристофер Дин выигрывали под эту музыку Олимпиаду 1984 года. Мишель Кван – девятый рекордный чемпионат США. Евгений Плющенко – предолимпийский чемпионат мира 2001 года. Каролина Коснер – медаль Сочи 2014. А Лиза Туктамышева просто вынесла весь сезон 2014-2015 годов. За хореографию в большей степени отвечает тренерский штаб. Но прежде всего перед Глейхенгаузом стояла непростая задача – уместить в жалкие 4 минуты всю великую музыкальную тему Равеля. И не сказать, что прошло гладко. Лучше было упростить себе и фигуристки жизнь и использовать Болеро в короткой программе. Там меньше прыжковых элементов, каждый можно использовать в подходящий музыкальный акцент. Зрители не успеют заскучать. Давящий эффект гимнатической мелодии отмечают многие. В Коварном Болеро чем ближе ты подбираешься к финалу, тем ярче должно гореть выступление. Нет права на ошибку. Падение. Усталость. Нужен контроль на 100%. Легендарная Каролина Костнер так отзывалась о программе «Подболеро». Думаю, самое сложное в этой программе – усиление музыки, ее развитие. Многим кажется, что она просто ускоряется, но это не так. На самом деле усиливается энергия, атмосфера этой музыки. Передать это развитие очень сложно. В обычной программе есть моменты, когда ты отдыхаешь, берешь небольшие паузы. В этой программе таких пауз нет. В постановке штаба Тутберидзе для Камилы Валиева есть несколько козырей. Излюбленные махи ногами, которые ругают во многих программах Рустального, здесь становятся крайне уместны. Они присутствовали в первоисточнике бижаровского балета, на который явно ориентируется штаб. Феноменальная растяжка Камилы позволяет цеплять взгляд на вращениях и усиливать гипнотический эффект. Финальная поза тоже от Бижара запоминается и очень соответствует музыкальной кульминации. Косни рассказывала, мы не хотели ничего копировать, но, конечно, играли с движениями из балета. Когда смотришь балет Бижара, в первый раз кажется, там все так просто. Видишь движение рук и думаешь, что легче некуда. Но потом попробовали сделать это на льду, и я поняла, это очень и очень сложно. Тот момент, когда ты начинаешь понимать величие этой музыки. И еще важный аспект – энергетика. Роль гипнотической танцовщицы-идола в магическом круге пока не соотносится с образом юной Валиевой. Олимпийский чемпион Алексей Руманов хорошо сформулировал. Сложная программа, музыкальное сопровождение к ней выбрано сложно. Может, это рановато для Камилы, не знаю. Я пока не уверен, что она понимает, о чем катается. Хотя зал уже помогает Камиле. Крайне символично, что белая танцовщица в темном зале на красном столе у Бижара на катке сменяется на красную Валиеву на белом льду. Камила Валиева продолжает находить общий язык с Болеро. На протяжении двух сезонов программу будут накатывать. И Камила повзрослеет вместе с ней, раскроется как исполнитель. В программе Валиевой запомнились болельщикам несколько изменений. Самое очевидное – костюм. Возможно, сшить новое платье заставило критика в соцсетях после премьеры предыдущего наряда. Обновили финальную позу. Теперь Камила переходит в нее сразу после вращения и четче попадает в музыкальный акцент. Хотя специальные надбавки за репон отменили после Олимпиады 2018-го, Камила добавляет репон и к тройному акселю, и к квадам. Это может быть стратегический шаг, чтобы держать ось на прыжке, а может быть попытка выделиться в мире, где женские ультра-Си перестали быть чем-то уникальным. На Кубке России в конце 2020 года 14-летняя ученица Этери Тутперидзе идеально откатала программу и со спокойной улыбкой принимала самые высокие оценки в карьере. А на командном турнире Первого канала Камила Валиева просто уничтожила своим выступлением все надежды соперниц обойти ее. Даже космическая Аня Щербакова вынуждена была уступить своей юной одногруппнице. Настоящая бомба к Олимпийским играм уже готова. Осталось дождаться, когда сработает таймер. Академия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok